Девушки отдыхают 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 Я даже, честно скажу, не уверен, что это вообще видео выйдет в свет. Вот так вот даже. Просто снимаю, а там что получится. Вот так вот. Андрей, а ты пиво взял с собой? Пиво. Бухла не брал, да? Правильно. Брателло там уже наловил полпоберушки хорюзов. Все будет у нас сегодня вкусная жреха. Я тут просто сижу, отдыхаю, маленько подремонтировал моторчик по мелочи. Смотрю природу, такая красота неописуемая. Видно, что наконец-то тайга ожила. Видно, как такая большая черемуха цветет, вся зеленка свежая. Там черемуха цветет, тут проточки, тепло. Но, тем не менее, на берегах еще могут быть льдины такие по полтора метра толщиной. Еще есть. Что, Андрей, клюет? О, Брателло там гривой машет. Говорит, что клюет. Есть. Вот так, надо сказать, что у хорюзов. Вот, блин, ты знаешь, что это? Аккульный такой. Да? Вот там, Брателло, на жреху. Ого! Она такой хороший хорюз. Ну-ка, Брателло, петушка покажи. О! Вообще, красавчик. А, не отпустил. А на что клюет? Ну-ка, скажи, на какую? На сиренечку. На муху-убийцу? Угу. У Андрюха каких хорюзов чпокает. На муху-убийцу. Ну, блин, тут хорошие хорюза стоят, да, Брателло? Ну, ты понимаешь, что еще не место. Тут это, с колесо линярок. Да, мне кажется, там таймишонок их всю гигает. Или таймишонок стоит где-то вот здесь вот. Да. С колесо таймишонок. Ой, ты маленький. Ой, ты. О, хороший хорюзок. Что, опять на муху-убийцу? Сиренка. Ну. Вот так, Андрюха, нам сегодня добывают на жереху хорюзок. Ну, а куда деться эти? Есть-то надо что-то. Да? Хорошая жизнь. Ну, мы тут еще два дня себе позволим отдохнуть на курорте. Где два, там и три. Да? Все зависит от горючего. Андрей мне доверил ответственную работу. Половить хорюзей. Я уже давно этого не делал. Ну, я, может быть, постараюсь что-нибудь исполнить. Ой, руки так трусятся что-то поутру. Поймал что-то покрупнее. Пока еще не поймал. Не, ну ты с ним борешься. Вот что-то такое интересное, я тебе скажу. Линяра. Линяра. Ну, вообще хорошо сидит, Андрей. Он взял на муху убийцу. И еще его за плавник за верхней другой мухой забагрило. Забагренный. Под плавники в рот. Ну, так все, для удочки нормально. Для спиннинга позорище, для удочки нормально. Согласен, да? Ну. Ну, порадовал. Пятый, блин. Немецкими буквами у тебя тут это, блин. Вот, блин. Ну, это почему-то все думают, что-то немцы делали это. У нас первые преображенские полки были. У них было написано, что с нами Бог. А потом уже немцы это передали. Выпустили, Ниночка. Ну, давай отпустим. Отпустай его. Порадовал. Конечно. Порадовал. Дружище, иди гуляй. Иди. Отпусти его, пусть. Конечно, конечно. Харюзов гоняет. Пускай гоняет дальше. Хе-хе-хе. Ну, он стоит. Он все-таки не может от своего счастья. Хе-хе-хе. Он пошел. Угу. Ну, сегодня какая-то у меня произошла первая поклевка. Вот, спидинг у меня Black Hole Gector. И там маленький леночек. А мы его будем подтаскивать побыстрее. Вот. Ой, скользкий. А в пасте у него воблер и ту махала. Во, такой подраный чуть-чуть. Чуть-чуть леночек подраный. Сейчас мы его освободим. Прямо на два крючка, падлик. Вот это вот закон подлости. Чем меньше рыба, тем он же дней хватает. Беги. О, Брателло поймал леночка. Ой, красивенький леночек. Слышишь, Брателло, а что такой маленький? Пиль, куриль, болель? Ну, откуда ты взялся на нашу голову? Какой красавец, пятнистик, да? Да. Красавец, да? Ты что, утопить хочешь? Хе-хе-хе. Замучил, блин, линяру уже в корень, блин. Вот. Еще один красивый леночек. Спиннинг. Есть. Ой, у Андрея сразу же поклевка в прямом эфире. Вот они, линяры. Спиннинг Black Hole Gector. Сегодня со мной у Андрюхи Black Hole Magic Breeze. И мы тянем дуплетом двух ленков. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. Ой-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй, как он забегал. Но Гектор, ох, как головой трясет. Ой-ой-ой, какой. Ой-ой, красавчик. Ты где так научился, а? 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 Андрей, ну не души ты его так выпускать же будешь. Я не души, я, наоборот, держу так, чтобы не поранить. а вот что у меня за воблер а воблер у меня ютума пикалина ох красивый а какой сильный о какой как он бегает шустро как бегает как сопротивляется дикий ленок после нереста он отошел иди сюда красавчик а вот это да вот он ютума пикалина только вот на такие воблеры клюют вот такие вот большие жирные и очень красивые клинки на ваша сети освобожу или нока заглотил ты конечно хорошо очень даже вот он пикалина ну а конечно такому красавцу мы подарим свободу иди красавец гуляй спасибо за поклевку и двух дуплетом выпускаем вот они братела очень точные забросы под самый берег еще моторчиком управляю держусь есть то у андрюхи поклевка вот они линки ловятся что думал что мишонок может быть о ленок ленок о как шустро бегать сильный сильный линияра ой 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 еще не долго это не скоро у кого нет вот это проходной носатый покажи носатого ворон и тума пикалина работает работает и дарит мне очень красивых хороших линков у а красавчик какой пятнистик ай-яй-яй ворон какой и тума пикалина запомните все только они способны ловить таких красивых пятнистых ли носят ухты поэтому так быстро сдается сдаваться он еще и не собирается красавец красавец иди сюда я тебя с тобой подружусь ненадолго удар да вот он смотрите какой красавец вот он и тума пикалина в пасти большого хищного оленка ухты посмотри пассатижи вон они древо ты мне отдавал как там них отдавал вот их тут и бросил если бы ты мне отдал не бы наш бы где были ой как хорошо смотри ты на ногу смотри смотри икра из него еще иди дружище беги красавица не рестись это остатки уже все на терках остатки икры вот она и корочка Андрей икру будешь вкусняшка там еще удар был хороший сейчас еще поднимемся вот еще один леночек на спиннинг блок холл гектор и в пасти его ютума минишет ну давай 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 хорошим хорошим Вот такой леночек. И вот на что ловятся такие красивые ленки, а ловятся они на ютума мини-шед, вот еще один, ай-яй-яй, негоже таким леночкам кидаться на мини-шеды, да для меня тоже это остается загадочкой, ой, вот такой маленький ленок схватил мини-шеда ютумовского. Сейчас мы его будем освобождать и будем его на волю отпускать. И беги, красавчик. О, брателла тащит хорюзочка хорошего. О! Взял не по детски. Взял, да, а у меня тут тоже леночек. Вот он, вот он, красивые ленки, красивые хорюза. Взял не по детски, притопил сразу. Сразу же, с лету, да? Ну, только намутил чуть-чуть, они выскочили, глядь, оттуда. А у меня такой красивый леночек. Опять на мини-шеда. Ну, пошли до лодки. Будем тебе освобождать тебя от воблера, красавца. Побежал, да куда ты, куда не уйдешь, заглотил так. Жестко. Где пассатижики. Ну, иди сюда, малыш. Сейчас я тебя буду освобождать. Тише, 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 тише. Успокойся. Сейчас побежишь опять на свободу. Во, молодчинка. Молодчинка. Ротик открываем. Ага. А вот ротик мы не открываем. Прикинь на все три крючка, Андрюха. Даже рот не может открыть, Андрей. Как же ты так заглотил? Иди беги, дружище. Тяжелое ранение, что ж поделаешь-то. Все, пошел. Все, пока-пока. Жадно, как хватану. Вот всегда, когда ловлю на мини-шет, я в этом сезоне его обкатываю. Всегда происходит так, что рыба очень жестоко на него клюет. Очень-очень жестоко. Заглатывает. Такое ощущение, он, видно, напоминает, как бы сказать, форму малька. И рыба безо всякой опаски, не чувствуя никакого подвоха, очень жестоко его заглатывает мини-шет. Вот он, видите, мини-шет. Вот. Вот такие вот жестокие воблеры. Наверное, сейчас я им еще маленько потестю, порыбачу. И придется мне его отказаться от этого воблера, от ловли. Потому что у меня большие проблемы вынимать его из пасти рыбы. И сильно травмирует рыбу этот воблер. Но при этом очень уловистый. О, Андрюха, там хорюза пошли, да? Ну, ништяк, давай. Отлично. Природа оживает просто. Видно, сколько вылет веснянки идет. Вот, вот они летают. Вот, 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 вот. Кормежка для линка, для хариуса, сколько их идет. Видно, как они вылазят на камни по берегу. Происходит метаморфоз. Превращение в их, типа, влетающих бабочек. Ну, не бабочек, а просто влетающий вид. Живут они буквально день-два. Откладывают личинки и опять умирают. Становясь подемкой, опять кормом для рыбы. Вот, такие интересные протоки. Я там ушел, чтобы Андрею не мешать хорюзов. Сейчас там всех линков выловлю. Пойду посмотрю, что здесь есть. Очень хорошее место. Мы обычно редко ходим по берегу рыбачим. Ну, вот, на четвертый день я решил попробовать. Ну, скорее всего, таймишонок стоит. Это его любимые места подхвата. Таймишат. Ну, попробуем, засунем жало. Был, видно, промах. Почувствовал я, да, что рыба промахнулась. Возможно, что это хорюза. Они стоят большими относительно стаями на таких сливах. И на маленького мини-шедика они вполне себе могли претендовать. Но если стоит крупная рыба, конечно, она на такую приманку не возьмет. Маленькую. Очень классно, красиво. Перед нами вот такой красивейший залом. Я когда смотрю на силу реки и на такие заломы. Вот он. Пока стоял, смотрел на залом. Воблер сам по себе стоял. Соответственно, сам по себе. Это мини-шед. Произошла поклевка. С местом я не ошибся. Вот он, леночек. Клюнул. Воблер просто стоял на струе, сам играл. Я хотел вам снять, показать залом. И произошла поклевка на итума мини-шеда. Вот буквально два дня сподряд рыба не клевала у нас. Видно, что что-то ей мешало. А сейчас идут поклевки. Рыба проголодалась и активно после обеда начались атаки хищников. Такой хороший леночек. Мы сегодня всем им дарим свободу. Взяли только хорюзов ровно-ровно, чтобы покушать нам. Вот. Что бедненький, ты опять что-ли сильно заглотил, да? Что же мне с тобой делать, а красавчик? Зачем же вы так все жадно-то глотаете эту заразу, а? Как же вы ее любите-то, а? Вот. Вот. Он такой очень красивый, хороший лень. Скажи всем привет, а я пошел опять кормиться. Давай, беги, красавчик. Пока-пока, дорогой. Иди-иди на свое место. Охоться за хорюсками. Вот он пошел. А мы сейчас еще попробуем с вами, уважаемая, половить чего-нибудь. Вот. Такой красивейший залом. Просто обалдеть. Я нисколько не сомневаюсь, что если здесь ночью встать, порыбачить на мыша, то можно очень неплохо порыбачить и поймать очень крупного таймения. Вот. А потом лениаро подошел. Я же здесь стоял, у меня немного воблерок мотанул. Я его уже вот сюда, на камни вытащил. Ну хорошо, что отцепился, но там килограмма полтора не имеют. Не, не ходи дальше, они прямо здесь вот под ноги. Все, леновка дошел, что нужно. Я только в порядке. Я понимаю, что здесь era, в другое плата. Я бы вырос. Я и я живу за это лёгарок, а я не знаю. Я бы не знаю, что там лёгарок, а я и под лёгарок. Я бы не вырос, что там лёгарок, а я и лёгарок. О! Ушел! Что-то непонятно так Неужели мелкие? Ух! Что-то непонятно так Возьмите Музыка Музыка Продолжение следует... 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 Ну, это наш крайний день с Брателлой на курорте. Мы уже собираемся. Природа, конечно, что тут говорить. Очень комфортные условия. Хорошо мы отдохнули, порыбачили. Но мы еще не порыбачиваем. Да. Мы сейчас едем рыбачить. И потом еще сюда вернемся. Все еще приберемся, наведем порядок. Выкинем там мусор, туси-буси, лясем-трясем. И будем двигаться ближе к дому. Путь у нас еще далекий. Я не поеду. Я здесь остаюсь. А можно тоже я? Я придем в решение. Нет. Ты поедешь это. А я придем в решение здесь остаться. Да? Ну, хотя бы еще на недельку. А, ну, нормально. Давайте я через недельку заберу он. Ключи от пыжика лежат вот тут. Хорошо. Ну. Я здесь буду рыбу коптить. Коптить будешь? Заготавливать? Конечно. Ну, конечно, что тут. Вариант. Клещей сколько будешь? Тоже мешками снимать? Да они мелкие. Мешки, да? На них еще заморачиваться. Ну, так хорошо, конечно. Тишина вообще, да? Птички что-то пели, а сейчас это... Кстати, между прочим, слышишь, я сегодня утром, не утром, ночью вставал тут. Филин был. Да. Рыбный. Рыбный. А ты как догадался? Кстати, серьезно, Андрей, я его идентифицировал. Понимаешь, мы тогда с этим, с орнитологом, короче... Потому что ты очень много выпил, у меня уже были такие, ну, как тебе сказать, задумки, что тут филины будут, на каждом дереве сидит рыбные. Нет, я тебе серьезно говорю. Конечно. Но он почему-то, орнитолог, говорю про него, он почему-то должен был немного там кричать. А это что-то я там пока, он долго что-то кричал. Я думаю... Он привлекал наше внимание там. Да. Три штуки баксов сразу. Нет, серьезно? Нет. Я помню, я там сказал. Андрей, а ты знаешь, почему я подумал, что это он? А потому что ночью никто изпис не кричит, кроме как него. Ну, почему? Это я же пошел это когда-то, помнишь? Вот там где-то, да? Ну, я пошел это, потом мне нога попала между досок этот. Не слышишь, как я орал? Нет? Да? Так это был... Вместо филина, блядь. Да, конечно. Ну, что? Так, все у нас. Дровишки тут еще есть, но это кто-то следующий приедет сюда отдохнуть. Да? Так что, все желающие, кто хочет приехать сюда отдыхать, пишите мне на электронную почту, я как бы дам контакт, с кем уже конкретно можно связаться и организовать всю эту поездочку. Вот. Ну, что, брателло? Пошли. Пошли. Давай. Давай. Погнали. Да, на дорожку в зеркало посмотрелся, да? Ух, нифига, вот эта рожа. Жескач, блин. На кого она похожа? Везде черемуха. А я офигею. Там, 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 вообще по кругу одни цветы там. Кстати, ленки прямо тут ловятся, Андрей. Ну, кому, как не мне об этом знать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да я курточку забыл, Андрей. Курточку забыл. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот поклевочка линяры. Так и норовится скачать куда-то, да? Линяра. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Жирный, вкусный линок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А взял он у нас Наритума мини-шеда. Схватил. Заглотил его жадненько. Вот такой красавчик. На уху? На уху пойдет. Ну вот, мы сегодня с Андрюхой рассчитывали хорошо порыбачить, но по техническим причинам, по техническим причинам рыбалочка наша по ходу заканчивается. Мотор у меня после ремонта, я говорю, там сальник давануло, там вкладыши, кольца меняли все, ставили новую прокладку. И Андрюха, короче, как в воду глядел, говорит, давай, говорит, возьмем с собой запасного масла. Сейчас мы встали на косе, я проверю щуп, и была полностью эмульсия. Мы это масло, соответственно, слили, залили. Свежего масла. Ну, думаем, пройдем хотя бы тут. Ну, сколько, метров 500 прошли, да? Он на холостых поработал, вот как раз я ренка поймал. И опять щуп достаю, и сразу же видно, пошла сразу же опять эмульсия в масле. Ну, масло то, что свежее залито, вот видно оно, какого цвета. Вот. Буквально только-только залили свежее масло, и опять эмульсия. Вот оно, видно. А нам еще подниматься вверх по течению километров 20 с Андрюхой. Так что деваться нам некуда. Мы решили сразу же, мы хотели еще вниз ходить километров на 15 сегодня. Порыбалить. Ну, пойду с горя. Да. Андрюха еще пошел половить хорюзей. Вот. А на этом мое видео, уважаемое, заканчивается. Хорошая погода. Только начали рыбачить с рак, люют линки хорюза. Все отлично, но вот по техническим причинам порыбалить мы не сможем. И хотя бы нам 20 километров хотя бы подняться до дому. Вот. Ну вот, кому понравилось, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь видео с друзьями. До свидания, уважаемые. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok